В Лазовском муниципальном округе дорожные службы совместными усилиями устраняют последствия тайфуна Хиномнор. Всего предстоит восстановить 100 километров дорог и 32 мостовых перехода. Основной задачей первого этапа работ для всех дорожных организаций является восстановление возможности проезда для автомобилей до населенных пунктов, так как остаются участки, где не может проехать легковой транспорт, автобусы и длинномерные машины. На сегодняшний момент производятся работы по дороге Сокольчи-Валентин, Валентин-Глазковка. Обеспечили, начиная с сегодняшнего дня, проезд для школьных автобусов. Там пазик ходит водовый. Дети наконец-то поехали в школу. Там работает грейдер, бульдозер, каток, 4 самосвала. Грунт забираем мы с ближайших мест, с 18-го километра дороги Сокольчи-Валентин. И, кроме этого, забираем материал на дорожную одежду, тоже там с места согласованного, с местной администрацией. На участке с 38-го по 40-й километры делают дорогу через село Свободное. Проезд для легкового транспорта уже доступен. На участке с 40-го по 47-й километры во время циклона дорожную одежду смыло полностью. Дорожники задействовали бульдозеры и грейдеры. На 18-м и 23-м километре дороги занимаются отводом воды. Расширяют проезжую часть, чтобы запустить движение школьных автобусов. Мы зашли на ремонтно-восстановительные работы дороги на участке Лозозаповедный и на Звездочка Чистоводная. Сейчас выполняем работы на более таких важных участках. Это там, где проезд сейчас очень осложнен. 18-й километр и 23-й. Ну, а далее порядки приоритетности. В направлении дороги Киевка-Преображение на 7-м и 12-м километрах также сильно подмыло дорогу и ведутся восстановительные работы. Олег Завьялов, Анна Дьякова. Новости на 8-м.